друзья мои всем привет сезон нас начался отлично рыболовной и сегодня я хочу представить вам еще одну удочку это удочка дешевого сегмента удочка балалайка яман br яман br вот вот эта удочка у меня сейчас находится в руках что она себя представляет от обычная классическая балалайка вот имеет подножечки вот такие вот ну и давайте немножечко и технических характеристик расскажу от у меня все время обвиняющие там пудочки вам показывает только дорогие какие хотя не знаю они не такие уж и дорогие и не считаешься 350 рублей за удочку это дорого вот за хорошую удочку но тем не менее вот это дешевый сегмент самое главное плюс самое главное вот обстоятельство которое может заставить купить эту удочку это ее цена вот конкретно вот эту удочку в ноябре 2022 года в магазине я купил за 80 рублей я считаю что это очень недорого очень недорого сейчас цен таких нет вполне вероятно что это было удочка лежал просто с прошлого года потому что я в этом году искал и пирс мастер балалайка я нашел самую дешевую за 120 рублей вот а это вот пожалуйста 80 рублей итак давайте немножко поговорим более подробно об этой удочки я покажу из чего она сделана как она выглядит вообще и какие-то характеристики и опишу хотя их нигде в интернете не нашел исключительно сам мерил все здесь линейку и так это классическая балалайка изготовленная из пенопласта то есть само тело удочки у нас пенопластовая длина удочки вот это вот отсюда и до сюда у нас составляет 25 сантиметров длина шестика вот отсюда и до сюда во вставленном состоянии во вставленном состоянии 19 сантиметров вот если мы шестик выним а он здесь вынимается то он получит на 20 сантиметров 20 сантиметров блокпост это мультибрендовая федеральная сеть экипировочных центров с 25-летней историей ежедневно обеспечивающая своих клиентов военной и форменной одеждой товарами и аксессуарами для активного отдыха специализированной одеждой и средствами индивидуальной защиты здесь на хлыстике как вы видите есть такая бабешка да как показать на светлом фоне вот я эту бабешку отрезаю короче всегда никогда не оставляю почему потому что мне не нравится просто разная толщина шестика я считаю что если вы короче чтобы самый тонкий мне был на самом конце я просто срезаю все этот сантиметр мне большой роли никакой не играть дальше здесь в этой удочки имеется подставка для установки в лунках у лунки для ловли настоящего вот вот так она вот выглядит можно пожалуйста поставить удочку лунки и ловить настоящего если вы ловите какую-то рыбу там который будет настоящую леща плату карася вполне прилично будет стоять он здесь отверстие имеется под пропускание леску ничем она не оборудована просто проткнута корявой иглой короче не значим просверлено проткнута но проткнута очень горяло сейчас я это вам покажу вот здесь как вы видите маркером немножечко пометил чтобы было видно отверстие здесь его видите видно да вот теперь раскрутим дойдем там до всех отверстий так далее крепится катушка здесь болтом вот таким болтом вот вот он у меня в руках болт тоже весь кривой косой болт тоже есть кривой косой но вроде бы с хорошим материалом должен срезаться вот здесь ответь такой пас сделан в этой удочке для того чтобы куда этот болт попадал и плотно вставал да вот никаких пленочек ничего там не дополнительных дальше катушечку вынимаем вот так выглядит у нас катушечка вот этот края на 42 миллиметра 42 миллиметра вот этот краю на 40 миллиметров то это значит это значит здесь в удочке есть вот небольшой пас для чего он нужен для того чтобы верхний край закрывал немножко вот эту катушку чтобы туда не попадала водичка снег там какой-то там мусор ничего что ну в снег для предохранения от снега в основном дальше вот здесь в удочке как вы видите сделан такой центральная направляющая в которой вкручивается этот болт вот так вот выглядит эту удочку изнутри на что хотел обратить внимание вот видите здесь я тоже подкрасил немножечко видите где отверстие находится вот как бы так показать ох короче видно плохой вот так видно хорошо видите где находится под самым-самым верхнем то есть отверстие проткнута крайне безобразно вот просверлен или проткнут и я не знаю она идет не по центру леска будет выпадать не по центру вот сюда вот на шпулю вот оно будет попадать прямо под верхний край леска будет наматываться неровно если вы будете наматывать много лески хотя бы 20 метров 25 до то у вас вот это вот будет наматываться а потом сюда потихонечку сползать вот эта леска это не это нехорошо вот она будет путь из-за этого может и не будет но явно это нехорошо что я буду делать с этой удочкой для того чтобы ее немножечко доработать я ее буду во первых я проколю отверстие поровне сделаю просто сделаю больше проколю поровне и вставлю туда кусочек стержня от ручки она обычной шариковые ручки ставлю отрежу с внутренней стороны с внешней стороны здесь немножечко приклею супер клеем и 6 кто заклеить чтобы он не вынимался нет нужен был вынимался вот и здесь уже потом сверху отрежу это стержень то есть у меня здесь внутри все будет гладко гладко все будет сделано прям ножичками подрежу прям все это дело под шлицую вот а с этой стороны немножечко даже если будет торчать ничего страшного как блеска будет выходить через него большой проблемы нет что я хотел сказать об этой удочке мне очень не понравилась обработка пули пули вот это блин имеет много заусенций очень легко обрабатывается из мягкий полиэтилен но требует доработки то есть раз там пятнышко какой-то над над на плав какой-то ну его когда лили есть какие-то там заусенции разные там получаются и они очень легко с не срезать с ножом то есть я реально все это за одну за одну минуту устранил раз подрезал два подреза три подрезал в местах где вот литье происходило и все вот сверху немножко здесь осталось вот сверху немножко осталось еще линка отказать тоже вот в этом месте вот 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 видите вот может быть вам плохо видно вот вот в этом вот месте видите заусенций небольшая есть с одной стороны это ерунда а с другой стороны совершенно не ерунда это будет при работе удочки все будет цепляться самое главное что она будет не просто цепляться она будет вот этот пенопласт потихонечку выкрашивать то есть пенопласт он более мягкий материал тем вот это шпуль не то что более мягкий ну короче вырабатываться будет а здесь он как бы запрессованный я так понимаю это пенопласт если верхних слой нарушит потому внутри более мягкий как бы не очень хорошо ничего не охота ничего нарушать хочется чтобы все здесь работало но в целом в целом вот я вам так скажу что от эту . впечатление такое среднее вполне нормально если бы у меня не было других удочек или там не было денег купить там за 300 рублей удочку я бы за 350 я бы вполне пользовался и да я и пользовался раньше вот такими удочками только на раз цвет не нравится мне белая ну белый цвет ладно бокс покрасить можно в красный допустим здесь с этой стороны катушка яркая зеленая видно будет да а с этой стороны можно крест накрасить просто маркером покрасить и да и все вот в общем что хотел резюмировать в конце поэт удочки вполне такую удочку можно использовать вполне она стоит нашего внимания вот и вполне она пригодна для ловли рыбы зимой если вы не используете супер тонкие лески а использовать леску от 0 1 и выше 0 1 0 12 так далее вот и все наверное на этом хочу с вами попрощаться до встречи на рыбалке